здравия с кем работаем привет алиса романова давайте начнем с простого вот очень часто мы слышим что вот пришел белоусов новый министр обороны и обнаружил большое хищение докажите мне на самом деле что сегодняшние олигархи президенты во всех странах олигархи во всех странах ну и соответственно у нас тоже на примере россии покажите что они даже воровать не могут то есть они устроили коррупционные комитеты антикоррупционные там чем-то борется и так далее скажите пожалуйста сегодняшние уроды которых называют сегодняшней властью они хоть воровать умеют нет не умеет докажите это у вас одна минута не открыть демонстрация экрана берете какой-то пример и и начинаете конкретно обвинять сегодняшние военных преступников что они воровать а ворами то не могут быть потому что воровать они тоже не умеют первым делом надо открыть из стран по военным расходом здесь мы видим первые три страны это сша китай россия которые мы берем за так называемые самые основные страны нам даны их расходы миллиардов долларов но так как сипри не включает в расчет данные по зарплате каждый из этих трех стран то расходы не верны поэтому знаю что в сша зарплата 6000 долларов в китае 1000 долларов а в россии 500 долларов мы сможем рассчитать правильно военные расходы для начала надо посчитать так называемый коэффициент то есть узнать по сколько раз зарплата сша больше чем в китае и в россии сша зарплата 6000 в китае 1000 значит 6000 разделить на тысячу коэффициент 6 в россии 500 долларов значит 6000 разделить на 500 долларов это 12 раз 12 раз больше дальше данные расходы нам надо умножить на эти коэффициенты на калькуляторе то есть 916 остается как было потому что коэффициент 1 в китае 296 умножить на 6 это коэффициент 1 триллион 776 миллиардов долларов а в россии 109 умножаем на 12 получаем 1 триллион 308 значит на первом месте китай по военным расходам затем россия затем сша и так как расходы настолько отличаются то можно сделать вывод что все лидеры россии не умеют даже воровать потому что воровать из 1 триллиона можно грозь собой больше чем как здесь указано из 109 миллиардов ну сколько бы ты позволила ему украсть например сегодняшним олигархам вот они сейчас воруют из этого бюджета ну скажем так половину 50 миллиардов да а сколько вы могли бы вам позволить воровать вот так чтобы с душой а не тырить по карманам ну такой калькулятор сколько бы ты и позволила воровать ну чтобы они назывались ворами чтоб с душой воровали пока не ты лет 50 миллиардов а мы могли бы позволить им сколько вот я бы так позволил ну чтобы не хуже чем в америке значит 1308 минус 916 сколько там получается выше 916 и разделе это на 50 миллиардов ну что эти придурки воровать умеют нет но ты вдумайся мы даем им возможность украсть почти полмиллиарда долларов и даже не забачиваемся в этом варианте не задача им все также не могли бы украсть но при этом осталось бы столько же денег чтобы мы могли купить столько же авианосов обеспечить все остальное теперь можно сказать что они даже воровать не могут можно сказать то есть поэтому когда они нам рассказывают что вот они создали антикоррупционный комитет и пригнали целого так называемого экономиста да это смешно то есть до этого мы говорили что они военные преступники они все пытались перевести себя из военных преступников жуликов также да так вот если бы они встретились если бы и мы их сейчас посадили в какую-то зону чтобы с ними сделали карманники и медвежатники ну повесили бы да брось ты их бы просто опустили они бы спали в сортире так же ну да сделать пунжами то есть потому что на самом деле ну согласись они даже не могут тянуть на профессионального вора нет не могут то есть ну то есть уже настолько они опущенные что ну то что управлять не могут это понятно то что военные ну когда мы с вами даже читаем о том что вот белоусов столько посадил потому что тимур иванов там что-то спионерил я блин не понимаю тимуров наверно совершенно опущенный мальчик да и все остальные вместе со всеми президентами на все опущены а скажи пожалуйста сколько на какую сумму кинули бедный пентагон ну так чтобы она была такая вкусная 50 триллионов долларов ну и рассчитай пожалуйста сколько это бюджета у них украли вот у тебя за два года у них украли 50 триллионов долларов ну вот сейчас бюджет допустим соответственно это бас был восьмой год значит соответственно мы можем с тобой поднять список стран по военным расходам именно с 2008 года можем ну надеюсь не рассчитай сколько там получилось нас интересует с тобой на какую сумму пентагон генералов из представляешь на каком уровне дебилизма находится а то постоянно у нас говорят что ваши россиянские генералы и дебилы я говорю почему только они мне говорят что наши уроды они не умеют никакого образования так далее говорю почему вы считаете что только у нас нет образования а посмотрите на себя в зеркальце также что в америке есть образование нет в упор нет потому что нормальный человек будет позволять у него украсть 50 триллионов за пару лет нет не будет все значит мы с тобой кое-что доказали доказали отлично а можем с тобой быстро посчитать все что связано с цементом можем ну вот посчитай мне пожалуйста китай америку и европу по цементу начиная это ваша таблица в excel это надо открыть не знаю ты у нас уже продвинутая сколько обучаешься но это как бы вариант ну давай поэтому расскажи мне начнем с пока давай по по цементу здесь есть это вариант или нет нет как то у тебя нет а ты набери пожалуйста мировое производство цемента также список стран по производству цемента до нашла до питания первом месте но это понятно ну построим не графика он тебе пожалуйста есть китай есть у тебя соответственно франция германия америка вот там миш где-то там россия где-то здесь мы же великие державы как нам говорят также ну вот и построй график объясни всем что все те кто сейчас начинают вякать они просто наверное отморожены на всю голову люди но ты покажи на какую степень отморозки находится допустим сша во сколько раз меньше производят чем китайцы 24 то есть бедная китайцы производят за год столько сколько бедные американцы производят за сколько лет за двадцать четыре года а зачем так много китайцам цемента чтобы построить все их заводы построить все заводы которые вывезли из америки европы и китая также у нас на съезде коммунистической партии китая что было сказано мы не знаю почему же ты не знаешь мы это обсуждали сидя пин заявил и соответственно китайск стад заявили что за последние 30 лет они построили 400 тысяч заводов а у нас сколько построили только увезли правильно минус 100 тысяч также в этой ситуации на каких танках сейчас все ездят на пол по полям украины они вообще что-нибудь могут выпустить нет не могут а у них вообще не цемента не стали и минус 100 тысяч завода в этой ситуации вообще можно чем-то говорить нет а великая могучая украина сколько выпускает танков тоже не выпускает а великая польша тоже а румыния тоже а болгария а долбанная европа хоть что ведь может выпустить нет а чё тут у нас европа я что-то ее не вижу интересный момент но какому выводу можем с тобой с результате сделать перед тобой включи там чат эти я выслал открой его открой чат ссылку и теперь построй быстро мне график по всем это ерунде у тебя одна минута не интересует первая таблица там много таблиц думаешь все скопировать какая разница это ж для нас это как отдохнуть согласись надо скопировать данные да просто возьми эту табличку выдели ее и скопирую в excel вот и все копировать и вставляю в x и могла бы отлично control c копировать открывая excel открывали будет открой какую-нибудь новую открой новый excel просто новый открой да и все любой на вставляю отлично ну и теперь рассчитай мне пожалуйста где китай и где франция видишь там у нас есть остальное мир соединенные штаты турция так далее возьми рассчитай меня по четырнадцатому году во сколько раз кто и чего занимал целом по миру обрати внимание что при когда ты вставляла данные у тебя давно вставляя с каким образом видишь у тебя с ошибками вставлено пробелы да не только пробелы у тебя там посмотри видишь запятые эти запятые в результате тебе неправильно дают оценку откажись этой таблицы вернись обратно не так это скопирую эту скопирую полностью и теперь тебе нужно копировать отдельно эту информацию сначала скопировать сделать купе копирование сделала да теперь открой какой-нибудь документ ну смысле открой мне допустим текстовый документ какой-нибудь блокнот открой просто блокнот открой меня нет не надо вот блокнот ну текст и который дает нет это не то у тебя на открой пожалуйста нажми вот там где три бандуриста стоят возьми правой кнопкой нажми здесь видишь у тебя там создать и вещь там текстовый документ молодец и вот сюда копирую теперь смотри видишь у тебя возьми теперь ctrl f нажми и поставь так ctrl h нажми не ctrl f а ctrl h отлично здесь поставь запятую а там ничего что запятую поставь а там ничего и заменить все заменила ты точку поставила откажись обратно надо запятую ставить у тебя видишь там 4 вот посмотри в самом низу весь мир 4 запятая сто восемьдесят выделила там эту запятую скопирую я да скопирую ставь сюда и заменить все ну замените все все видишь сделалось теперь control a делай control c иди в эксер это откати назад чтобы все ушло откати назад вверху у тебя видишь откатить назад все теперь control v ну все вопрос решен сколько времени за но так было бы то есть вывод простой еще раз посмотри на исходный текст посмотри еще раз внимательно этот текст обрати внимание это перевод согласно это английская версия и в английской версии смотри у тебя вот внизу написано 1600 с правой стороны помнишь видишь а потом пишется четыре тысячи восемьсот и так далее и они вводят так называемый разделительный вариант запятую а эксель у тебя как воспринимает это как разные числа как разные совершенно числа он воспринимает что у тебя не четыре миллиона сто восемьдесят а он воспринимает как четыре целых и восемнадцать сотых также поднимись выше посмотри там на америка на китай видишь 2500 без запятой а там постом постоит запятая и появляется хаос согласно согласно обрати внимание китай кнр воспринимается как 2500 за четырнадцатый год также потом запятая ставится а потом смотри на 1350 в седьмом году запятой нет хотя должна по идее быть должна но понимаешь теперь всем ты будешь сталкиваться поэтому сначала я как правило когда сталкиваюсь такой с этой ерундой я понимаю что или переводчик глючит также или информация искажена и я в принципе чё делаю как переделывать ну я просто сначала копирую это в текстовый вариант также как ты сейчас делала там начинаю просто тупо искать эти ошибки также да теперь смотри перед тобой франция видишь и хорошая франция до один недостаток в этом варианте какой значения нет данных нет согласна эта проблема проблема серьезная проблема но нужно же как-то заполнить эти данные как ты будешь заполнять сравнивать по отношению к другим если ты будешь сравнивать по отношению к другим ты сделаешь очень много ошибок потому что как можно сравнивать с францией которая по большому счету посмотри они практически сокращают свои производства также возражаясь как дерьмо в проруби катаются также посмотрите в 2000 году в германии было 38 а сейчас сколько во сколько упала в количество за 14 лет насколько упала промышленность германии на 7 миллионов тонн а это сколько процентов сколько процентов 1 и 2 то есть как минимум где-то приблизительно на 20 процентов также то есть поэтому смотри дальше и найди италию великая италия ну чё там у них 2036 14 22 практически на сколько упала на 60 процентов не слабо не слабо а теперь посмотри на замечательную японию великую могучую японию где она на 40 процентов теперь если мы знаем с тобой что на 40 процентов мы можем с тобой легко рассчитать средний темп падения наверное можем наверное можем и в этой ситуации говорить что у франции все хорошо я бы очень осторожно об этом говорил потому что франция у нас на самом деле в нижней таблице опустись пониже и поищи там францию можешь просто назвать даже control f и она сразу найдет тебе францию смотри здесь просто отличие заключается в том франция да 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 фран фран вот раз давай вниз опускайся ищи там а только одна франция ну ищи еще там вот видишь еще ниже это что у нас подожди сингапур это понятно это у нас тихоокеанский тихоазиатский это вот центральная европа вот здесь франция должна быть вот она с тобой и так смотри что мы с тобой наблюдаем девятьсотом году то есть по большому счету экономике франции туда-сюда и смотри что интересно 2000 год нашла да сколько было 20 и 200 запомнила 20 а в двенадцатом году сколько 18 ну а теперь топаем в эксель иди в эксель нам сейчас с тобой нужно построить приблизительно во сколько раз итак в восьмом году сколько здесь во франции 21 так восьмой год франции ну желтики им выделить чтобы потом не бегать туда-сюда дальше иди туда дальше посмотри сколько там в той табличке 22 вот пока почти правильно да теперь заполни пожалуйста девятый год сколько 1830 отлично отлично дальше 10 18 ну и соответственно но теперь все очень просто смотри мы можем с тобой сейчас рассчитать приблизительную ты запомнила что 21 это была наша контрольная цифра также теперь смотри было 20 стало 18 так 2000 году было 20 стало сколько в двенадцатом 18 отлично итак рассчитай мне пожалуйста средний темп падения годовой сколько процентов сложный процент надо сделать о не знаю ты уже решай сама мы с тобой учимся заполнять данные я потом тебя научу по-другому заполнять но в принципе мне нужно сейчас рассчитать сначала средний вариант для этого что мы делаем 20 минус 18 раз сколько это получается 2 так ладно давай сначала открою тот файл который ты открывала и там есть металл сейчас я тебе научу сначала одну считать а потом посчитаем другое то есть нам нужно сейчас вспомнить с тобой математику excel файл открой который до этого открывала смотри перед тобой график видно да рассчитай мне пожалуйста геополитическую катастрофу что нужно сделать посчитать угол наклона правильно считай ну допустим берем вот эту точку начальная пишите 167 записываем ну там у тебя записано уже потом покажи где у тебя записано это туда стрелочка идет видишь у тебя там нет вот да и так правильно записано да потом крайняя точка 98 правильно записано да покажи где это записано вот я не вижу ячейку это да теперь что у тебя в следующих ячейках написано здесь разница сколько лет прошло по иксу разница по иксу так же да по иксу и разница по иксу на самом деле мы с тобой вот эту кривулену превратили в прямоугольный треугольник так же да дельта икс и дельта икс разделив дельта икс на дельта икс мы получаем с тобой что темп роста или падение да или падение ну так что мы можем сейчас с тобой рассчитать и заполнить необходимые данные можем то есть мы знаем с тобой что среднее падение составило столько то и соответственно имея эти три точки в смысле даже две точки но имея четыре координаты и так далее по иксу и по иксу мы можем с тобой легко посчитать откуда это в общем теперь реши эту задачу только теперь вот для этого варианта для Франции мы нашли с тобой в двенадцатом году все так же и мы знаем с тобой что падение составляло у нас в среднем с двадцатого года по восемнадцатый берем два двухтысячный одиннадцатый минус двухтысячный получается сколько у нас вычисляй давай поехали поехали считай в экселе прямо считай что там уравнение прямой считай как в школе я бы на твоем месте сначала написал двухтысячный одиннадцатый так же или какой там двенадцатый напиши двухтысячный двенадцатый потом двухтысячный год запиши а там где двенадцать напиши восемнадцать а там где двухтысячный напиши двадцать ну так будет лучше согласись понятнее будет так же теперь нужно написать координаты двух точек х и у запиши мне координату одной точки а потом запиши координаты другой точки у тебя одиннадцать это не это две координаты зачем их совмещать напиши отдельно в там где одиннадцать напиши двухтысячный двадцатый год 2000 год 2000 год Так, молодец Поставь, сколько там, 20 Под ней 20, правильно Дальше пиши 2000, какой там, 12 Молодец Сколько там, 18 Ну, а теперь вычисляй Прирост годовой 2012 Минус 2000 Плюс единица Потому что у нас же еще 2000 год полностью, так же? Да Отлично, молодец Теперь это просто, берешь Одно, вычисли от другого И так далее Двенадцатый, именно Двенадцатый, минус Двадцатый Ну, молодец Теперь дели И получишь прирост Минус Равно Вот это делишь на это На 13 Ну, молодец Ну, а теперь Это и будет твой поправочный коэффициент Значит, 2000 на 13 Год Равно 2000 на 13 Не здесь пиши А там уже прямо заполняй А там уже заполняй Ну, точно 2013 год Равно Чего? 18 Плюс Молодец Молодец Энтер ставь И теперь тяни влево И ты получишь все, что тебе надо Просто? Просто То есть Это мы исходим вот таким вариантом Но можно посчитать по-другому Смотри Теперь сделать то же самое По Испании У нас есть контрольные цифры 30 и 22 Рассчитывай Точно так же, как здесь Рассчитал я это А потом просто спокойно заполним эту ерунду Да, да Какая разница И 22 Ну, вот И тупой вариант Согласна? Да Ента Минус ента И плюс 1 И На самом деле Вот эти циферки Это прирост в год Так же? Он может быть как положительный Так и отрицательный Нам по большому счету с тобой Не, ну это ты совсем Что-то переборщила Тут что нужно написать? Равно Ну ты неправильно написала Убери Равно 22 Минус 30 Минус 30 А в соседней ячеечке Разделит он на другое Все, вопросов закончено Итак Падение будет составлять Пол Ну, 666 Миллиона 0,66 Миллиона тонн Теперь считай Испанию Заполняй 22 Правильно Прибавить Ну, нужно правильно сделать Там же тебе нужно Ф4 умножить В смысле, да Поставь здесь Ф4 И тогда будем Вот так А теперь тени влево И все будет окей Ну, что, просто? Да, просто Ну, тогда реши вопрос По Вьетнаму Здесь мы прогнозировали С тобой вперед А во Вьетнаме Нужно будет прогнозировать Назад По большому счету Та же ерунда Только сбоку Так же? Да Вьетнаме Вьетнаме Ну, не шай. Правильно? Не знаю. Сама подумай. Ты куда идешь? Прошлое так же? График тебе что показал? Что с 2003 года по 2004 год наблюдается реальный, почти трехкратный рост производства. Так же? А ты что нарисовал? Значит, нужно, наверное, минус поставить. Не здесь минус. А вот там минус. Эскоп нажми. И не суетись. То есть, вот там у тебя, не в этой формуле, не в этой формуле, а вот там, где у тебя 28. Где 28? Вот здесь нужно поставить минус. Перед вот этим вариантом нужно поставить минус. Ну, нельзя же вот так прямо простую, ну, расстрел делать. Ну, теперь тяни вправо и все вопросы. Понятно? А теперь давай с тобой, мы с тобой сейчас сделали модель. А правильно или нет, мы сейчас с тобой посмотрим. Иди теперь в соответствующую программку. Видишь, там, где у нас был? Ищи Вьетнам. Там, там, вот не здесь, а там ищи. Нет, не здесь. А вот тут. Вьетнам. Нет, 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 нет. Ищи Вьетнам. Вот там, где мы сейчас с тобой смотрели. Вот этот перевод. Поднимись выше, там Вьетнам должен быть где-то. Вот Вьетнам. Вот. И теперь смотри, насколько ты ошиблась. Итак, по Вьетнаму. 25-й, ну, понятно, да? Это какой год у них? Это у них 2012-й, да? Да. Ну, вот теперь ищи тот год, который у нас. 2000-й год, найди. Сколько у них должно быть? 12.500. 12.500. Ищи теперь в Эксере, что у тебя там нарисовано? 12.27. Ты ошиблась? Ну, мало. Нет, я спрашиваю, на сколько ты ошиблась? На 30. Нет, ты возьми, просто запиши здесь, какую цифру там ты обнаружила. Сколько там у них? Ну, теперь раздели одно на другое и скажи, на какую сумму ты ошиблась. Сколько процентов? 1.8 процента, не так ли? Нормальный расчет? Нормальный, спасибо. То есть, а теперь посмотри в 2001 году, сколько во Вьетнаме. Мы должны с тобой посмотреть, насколько работает эта технология. Так же? Да. 14. Поставь эти значения. И рассчитай. Теперь я бы нам того вместе, ну, там где-то, неважно. 14 поставь там. Сколько там? 14 копейками или что? А, 14. Ну, и раздели теперь, ну, 15 на раздели на. А здесь ты ошиблась на 10%. Я бы на том месте, я бы на том месте, вот там, где ты разделал расчеты, я бы ниже написал бы в строке 26 те цифры, которые там ты обнаружила. И сравнила бы, а ниже сравнила бы процент твоего прогноза точности. Понятно? Вот сделай это. Вот напротив, соответственно, 10-14, там поставь сколько? 12,5, теперь следующее. Ну, это же мало, еще посмотри. Еще посмотри. Ну, заполни всю таблицу. У тебя, смотри, 4 цифры ты прогнозов сделала. 2002-2003 года тебе нужно. Заполни, пожалуйста, эти цифры. Ну, вот. Ну, теперь вычисляю. Ниже, ниже, просто под каждым годом. Мы должны сейчас просчитать с тобой каждый годовой, буквально. А ты что, не будешь считать предыдущую ячейку? Мы не считали. Не надо, ты здесь просчитай, потому что мы сейчас с тобой все на чертовой матери присчитаем. Ты что думаешь? Ты же пойми, мне сейчас нужна средняя ошибка. А ты рассчитала какой-то один год. А мне нужно за весь период. Модель-то у нас была большая. Не надо вот так вручную писать. Рассчитай мне, пожалуйста, ошибку. Молодец. А теперь тяни влево. А это к чертовой матери убери. Да. Итак, мы получили с тобой. А теперь рассчитай среднюю ошибку. Вот там, напротив вот этой ячеечки, немножко левее. Вот мышку не здесь. Вот после 1, 0, 18, 519, напротив нее поставь равно. И нажми среднее. Среднее, да. Среднее значение. Вот. И теперь выдели вот эти 4 ячейки. Энтер. Ну, а теперь давай рассуждать. Ну, во-первых, начнем с простого. Обрати внимание, что у тебя неправильный дан расчет. Потому что у тебя в одном расчете больше, в другом меньше. И у тебя получилось минус 10 процентов. Видишь, там где 90? Ну, пока нет. Ну, у тебя там 90. 0,9. Видишь? Да. Сделай так, чтобы там была единичка. Поменяй деление. Раздели по-другому. 15 раздели на, соответственно, 14. Ну, поменяй наоборот. Да, вот так. Разделить. Ну, а теперь давай определимся. Итак, у тебя в каком году? Поднимись выше. Так, теперь медленно. Нажми, пожалуйста, там где главное, два раза на это. Там где главное, нажми два раза. Отлично. У нас уменьшилась ненужная информация. Согласна? Да. Теперь нажми там, где вид. Нажми там, где вид. Теперь брось и поставь мне, пожалуйста, ячейку... Стоп. Ну, эскоп нажми. Теперь поставь мне, пожалуйста, в ячейку B3. B3 поставь. Маркер поставь B3. Нажми туда. B3. Под 14-м годом. Теперь нажми вид. Нажми. И закрепить области. Видишь справа? Закрепи область. Теперь, куда бы ты ни крутила, влево-вправо, ты будешь видеть года и будешь видеть государство. Так же? А теперь давай рассуждать. Что мы знаем с вами? В 2003 году твоя ошибка составила 6%, так? Да. Потом составила 4%, ну 5%. Потом 10% и потом вообще. И мы с тобой получили среднюю ошибку какую? 5% и 4%. Значит, нами придуманная модель позволяет со степенью вероятности, дает нам, в общем-то, прогностическую модель какую? Почти без ошибок. Ну, без ошибок, все равно 5-6%. Так же? Да. Нехилая модель. Так же? Да. Ну, конечно, она как бы не бальзам на душу, но, в общем-то, согласись, неплохо. Да, неплохо. Потому что это одна из методов, когда мы имеем пропущенные данные или данные, которые явно выбиваются из общей массы данных, так же? Да. А теперь давай с тобой построим, выдели, пожалуйста, мне вот все, что ты справа строила. Нам, наверное, эта вся информация не понадобится. Как думаешь? Понадобится, но, к сожалению, тогда у нас потеряются данные по Франции и так далее, так же? Для чего нам нужна с тобой правая часть? Правая часть таблицы нам нужна, например, для того, чтобы посчитать средний темп. Может быть? Да. Ну, давай с тобой рассчитаем средний темп производства в Бразилии. Рассчитайте мне, пожалуйста. Берешь в ячейку Q3, став Q3, и рассчитай Q3. И рассчитай мне средний темп Бразилии. Производство цемента. Для этого нужно 14-й год, вот там где-то 14-й, 72-й, разделить на 20-й год. Так же? Да. Ну, нажимай туда. Только не 14-й год, а не год, а конкретно это. Ну, и раздели теперь на 2-х тысячных. Сколько у тебя там получилось? Ну, и не слабый прирост. Не слабый. А теперь опускайся вниз и посмотри, у кого больше. Ну? Кому ты дашь пятерку? Китаю. Ты так думаешь? Вьетнам. Правильно. Но Китаю ты дала бы пятерку по следующему варианту. Потому что, если бы ты сейчас возьми, вот там где R, нажми, выдели R. Весь R выдели. А теперь вставь сюда несколько колонок. Вставить. Ну, еще что-нибудь вставь. Молодец. Ну, а теперь рассчитай мне, пожалуйста, возьми равно там, где Бразилия. Равно. И теперь, видишь, там 14-й год Бразилия. Нажми на Бразилию. Там, где 72. И теперь раздели на весь мир. Весь мир. Видно, да? Только теперь весь мир зафиксируй. B4. Ну, F4. Ну, понял, да? И тяни вниз. И порадуй меня, пожалуйста, теперь. Кому ты отдашь приоритет? Кто по рейтингу стран? Итак, по динамике у кого самый высокий уровень? У Китая. По динамике у Вьетнама. Темп развития отрасли самый высокий у Вьетнама. Так же? Вот здесь вот это, да. Правильно я говорю? Правильно. То есть, по большому счёту, мы могли бы с тобой построить сейчас два рейтинга. Рейтинг номер один. Это темп развития этой отрасли. Так же? Да. Вот, например, нам сообщили о том, что количество выпущенных самолётов в России увеличился на 200%. Это приятно? Ну, да. Ну, да. В прошлом году они выпустили один самолёт, а в этом году три самолёта. Или два самолёта. Два самолёта делим на один самолёт, получаем 200%. Это нормальный ход? Нормальный. А сколько в советское время при Брежне выпускали самолётов гражданских? Не знаю, наверное, очень много. И даже не десяток, и даже не одну сотню. Почти что 500 самолётов в год. Не вот этих кукурузников, а больших самолётов, типа 134, 154, 12-е там и так далее. Это не военные, это не военные, это гражданские, это в 1974 году. Ну, если сравнить теперь эти три самолёта или два самолёта с уровнем прироста, то, в общем-то, вроде бы ничего. Так же? Да. То есть, по темпу развития рейтинга стран, у которых наблюдается высокий темп, это, безусловно, кто? Вьетнам. А если говорить о доле на рынке, то это кто? Китай. Отлично. А теперь скажи мне, пожалуйста, во сколько раз сейчас теперь у нас с тобой что будет? Теперь мы должны с тобой выбрать, допустим, рейтинг стран по Америке. У нас же Америка типа крутая. Ну, типа да. Значит, на самом деле, теперь берешь так. Знаменателем у нас будет теперь не мир, а кто? А Соединённые Штаты, так же? Да. Пиши Бразилия равно, ещё третью колонку. Третья колонка. Пиши Бразилия и дели на США. Только США, только фиксируй. У нас США теперь будет привести всё к общему знаменателю, так же? Молодец. Ну, теперь вниз. И начинаем веселиться. Итак, Бразилия, ну, как бы, типа, куда? Не катит. Да, канула. А где у нас Китай по отношению к США? Китай 30, США 1. То есть, в США производили столько цемента. Китай производит в 30 раз больше, чем в США. То есть, понимаешь, вдумай себе. Чтобы догнать китайцев, США должен в 30 раз или практически в 30% увеличить производство. Так же? Да. Ну, ищем ещё, кто крутой. Индия. Правильно? Да. То есть, мы здесь с тобой взяли и построили рейтинг по США. А мы можем с тобой построить рейтинг по великой державе под названием Россия? Можем. Вторая колонка, и давай посчитаем теперь по России, чтобы убедить сегодняшних генералов, что они даже воровать не могут. Смешно? Смешно. Ну, вот и всё. То есть, на самом деле, мы с тобой построили сколько рейтингов? Четыре. Четыре рейтинга. То есть, это есть не что иное, как риски? Да. Ну, раз ты такая крутая, рассчитай мне остальные цифры по Петербургистану. Я бы не сюда вставил, а там, где у тебя уже написано. Да, вот так. Ну, и вот туда. Заноси. Заноси. ... ... Продолжение следует... 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 А теперь думай... Ну и рассчитай теперь ошибку... Ошибка, как ты видишь, серьезная... Да... Да... А теперь посмотри... Продолжение следует... 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 То есть... Продолжение следует... 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 Нет Это конечно ненормально Вот тебе пример, который показывает Что не всегда модели работают Не потому, что там меньше стали Производить цемент А потому, что национализировали Какую-то очередную компанию Которая воровала и труд, и цемент У этого бедного народа Пакистана Так же? Понятно? Понятно Интересный пример? Да, интересно То есть, ты столкнулась сегодня С некоторыми особенностями Во-первых, система учета Вернись, пожалуйста, вот в этот В Google В этом Google К сожалению, циферки ставятся Как-то совсем не так, как и хотелось бы Так же? Вместо того, чтобы писать, например, Корея Видишь, там Там написано 48-3-0 И написали бы 48-3-0, да? Нет, они обязательно ставят там запятую Но запятую ставят Потому, что разделение Тысячных и так Тысяч и миллионов и так далее В американской системе учета Идет через запятую А в европейской и в советской Ведется как без запятой Так же? Да Кроме этого И в этой ситуации Получается копировать Прямую Это себе дороже Так же? Да Сначала копируем Текстовый файл Потом принудительно Удаляем вот эти все Артефакты Ну и так называемая Система учета Так же? Угу Приводим к единообразию Насколько это возможно И после этого Захлопываем это все В Excel файл Открывай Excel файл В Excel файле Нужно решить Некоторые проблемы Оказывается Например В Тайване До сих пор Вообще Черт знает что Так же? Да В Тайване Вообще ничего не известно Сколько они там Чего производят И так далее То есть И мы можем столкнуться С тобой С простыми вещами Первая Модель Правда строится Например По Франции И по Германии Вроде бы Как бы не совсем ошиблись Так же? Да И основная Идея Это взять Построить Треугольник Крайние точки Взяли Предполагаем Что у нас Прямая Так же? Угу И в рамках Этой прямой Строим Крайние точки И в общем-то Вариант Это конечно Халтура полная Согласись Так же? Да Ну зато быстро И хватает знаний Даже четырех классов Так же? Да Ну все равно Да И цель наша была Вычислить Темп Прироста Или темп Падения Так же? Да Зная темп Прироста И темп Падения Мы можем с тобой Физически Увеличивать На этот тоннаж Как мы это сделали Допустим Вот там Помнишь по Франции 0.15 Минус Так же? Да Или соответственно У нас как по Германии Да Там Не помню Короче по Пакистану И так далее Мы с тобой рассчитали Или плюс Или минус И при этом Вроде бы по ряду стран Работает классно А по ряду стран Совершенно полный бардак И связано То не с тем Что там плохие варианты Это просто изменилась Система учета Так же? Да Почему изменилась? Обрати внимание Что на самом деле Если посмотреть По Пакистану Ошибка Не просто ошибка А везде Одна и та же ошибка Так же? 2,29 Это в 2006 году 2,31 2,28 Если ты сейчас возьмешь Среднее Посчитай среднее А теперь возьми для прикола И вот там Где у тебя 2,29 Поставь там равно Равно И теперь Равно пиши 2,29 Пиши Нажми Минус Нет, даже не минус Раздели Раздели На 2,2 Да, вот на это И вот F4 Только сделай Там, чтобы было Ну и тяни вправо И тоже посчитай среднее Не-не-не Вот сюда, да А теперь посчитай среднее Ну, по большому счету Тут вообще ничего не понятно Потому что у тебя, видишь Часть пошло вниз А часть пошло вверх Поэтому по большому счету Нужно взять квадрат Но не важно Короче, у тебя практически Отличия нет У тебя 3 цифры вверху 3 цифры вверху Внизу Но если посмотреть внимательно У тебя получилось В принципе В пределах 1-3 процентов Так же? Ошибка Да О чем это говорит? Что на самом деле Очень предположительно Что учет Начал совестись Начиная с 2006 года Позволяющий Практически Удвоить Производство Так же? Да А так Вообще-то модель Достаточно точная Да Она составляет 3 процента Там 5 процентов Здесь 3 процента Но такая особенность Может быть Так же? Да Второй момент Который тоже Может быть Юридического характера Государство Целенаправленно Ну понятно Что Все же хотят Быть как китайцам Так же? Ну да Мы знаем с тобой Что в Индии В Индии Развитие идет Так же Как в Советском Союзе Как Китай И так далее То есть Принимается решение Бросить громадные деньги На удвоение Подчеркиваю На удвоение Производства цемента Допустим Пакистану пообещали Построить Новые заводы И завести туда Допустим Сборочные конвейеры По автомобилю Или там Допустим По чипам Каким-то И так далее Чтобы их произвести Нужно иметь Свой металл И произвести Свой цемент Потому что Вести цемент Черт знает откуда Представляешь А цемент Его недостаток какой Он гидрофобный Вот втягивает В себя воду Значит Цементные заводы Как правило Строят рядом Со стройками Очень удобно Потому что Когда Ну цемент Произвели Потом его Соответственно Быстренько Накрошили Воды добавили И тут же Привезли И превратили Уже в цемент Ну в смысле В арматуру Залили и так далее То есть И в этой ситуации Возможно Что это было Принято решение О государственном Расширении Бизнеса Практически А для того Чтобы увеличить Промышленное Производство Значит нам нужно Посмотреть Увеличилось ли у них ВВП Так же Скачкообразно Так же Ну на самом деле Мы с тобой Нашли Парадоксально Нашли Весьма Интересное Несколько Решений Так же Да Которые Нас заставляют Немножко Подумать В плане Того Что тут Такое Не то Так же Да Это для нас Интересно Потому что На самом деле Но модель Такая Может быть Она конечно Тупая Ну согласись Зато Быстро Считается И ошибка Нас Ну как бы В принципе Если бы даже Было 7 10% Это бы Устроило Так же Да Итак Всем понятно Мне понятно Ну я тоже думаю И здесь Очень важно Что мы с тобой Рассчитали Еще Четыре Вида Рисков Посмотри Четыре Рейтинга Рассчитали Так же При этом Плюнули Рассчитали Ну просто Вообще Просто В виде развлечения Построили Четыре Рейтинга И выяснилось Что Китай На первом месте По объемам Россия И США Ну так Просто Как-то Их даже Не видно Ну да А по темпу Роста И по темпу Развития И так далее Ну Первый Конечно Это Вьетнам Так же Да Вьетнам А вот США Как-то так Глубоко В попе Так же Да Испания Россия Россия Не знаю А Россия Выросла Видишь Но если учесть Что при Ельцине Мы вообще там Куда-то далеко Упали То в общем-то Можно подсчитать То есть в общем-то Как бы интересно Так же Да Ну в общем Как-то вот так По Египту Посмотрите Как интересно Видишь там И так далее То есть на самом деле Такая простейшая Задачка Которую мы сегодня С тобой решили Без никаких сложностей Позволяет нам Достаточно много Сделать интересных Выводов Так же Да Но самое главное Мы с тобой увидим Главный вывод Что Америки Давным-давно Уже нет Как лидера Да Давно И нам очень с тобой Странно Почему Все дипломаты Которые закончили МГИМО Нам же говорят Вот если ты попадешь В МГИМО Ты будешь Великим Могущим дипломатом Как Лавров Так же Как еще там Какой-нибудь Придурок И так далее А на самом деле Блин Оказывается Наш Лавров Совсем не тянет Ну да И Катасонов Который нам всем Рассказывает Какой он крутой То в общем-то Оказывается Он преподает МГИМО Какой-то совсем Чмошник Так же Он не понимает Что на самом деле Был у нас На самом деле Беловежский переворот И все их прогнозы Все их оценки Ничего общего Не имеют С реальной жизнью Да Мы видим Идиотов Генералов Мы видим Идиотов Дипломатов Мы видим Идиотов Академиков Мы видим Нобелевских Лауреатов Идиотов Представляешь Как трудно тебе Будет предстоит Выбрать В жизни Куда идти Учиться Уже Трудно И в этой ситуации Мы с тобой понимаем Что да Нам конечно Нужно как-то Напрячься И наверное Узаконить И сделать Нашу Академию Юридически Придать ей статус На уровне Не ниже ООН Так же И тогда Ты получишь Корочку Из этой Академии Нашей И соответственно Будешь претендовать На любую должность Вплоть до Министра обороны И президента Любой страны Так же Ну да Нет А что ты смеешься Совершенно Реально Так же Во всяком случае Тебя больше никто Не обманет Не так ли Да Больше никто Потому что Они тебе будут Рассказывать Всякую ерунду Ты скажешь Слушайте парни Вы что Совсем Дубу ровнули Вы Даже Воровать Не умеете Ну да Я вас уволил Не потому Что вы воруете А потому что Вы воровать Не умеете Я готов Тебе было Отдать 300 миллиардов А ты Дурак Воруешь 50 миллиардов И думаешь Что ты крутой Мог бы воровать 300 А не 50 Но ты же воровать Я тебя увольняю Только потому что Ты не Хороший приказ был бы Уволен Министр обороны За то Что не умеет Воровать Да Очень весело Представляешь Уволили Олигарха Такого-то Потому что Воровать Не умеет Уволили Государственную Думу Все Потому что Воровать Не умеют Уволили Антикоррупционный Комитет Государственной Думы Потому что Воровать Не умеют Хороший Приказ Да Хороший Теперь ты Понимаешь На каком уровне Сегодня все Блогеры Находятся Да Идиоты Полные Идиоты Потому что Они кричат Пришел Белоусов И он Там Что-то Такое Сделал Он Новый Экономист У него Новая Формация Он Наконец-то Выявил Что Симур Иванов Спионерил 5 Миллиардов Рублей Абхах Хочешься Правильно Да Блин Так мы же Не возражаем Чтобы он Не 5 Украл Чтобы он 30 Миллиардов Украл Но при этом Хотя бы 1 триллион Остался бы У нас Денег И мы бы Купили еще Черное Сколько Всего Белоусов Об этом Знает Нет Не знает А его Папа Который Занимался Ценообразованием В Советском Союзе Знает Тоже А Академик Глазев Нет А Институт Имени Примакова Тем более 8 академиков 8 членкоров 80 докторов 212 Кандидатов А одна Алиса Им Пистон Ставила Да Ну ладно Алиса Молодец Постарайся Еще раз Внимательно Посмотреть На эту задачку Она очень неприятная Потому что Вот здесь Как правило Представляешь Когда у меня Миллион Таких ячеечек И в какой-то из них Я же миллион ячеек Не просмотрю Логично Да И вот она у меня Бубух И выбивается Из общей картины Вот типа Как вот здесь На уровне Пакистана И хоть стреляясь Я не могу понять Что происходит Потому что У меня Миллион Таких параметров И найти Этот миллион Это как Иголка В стуке Сена Да Мы здесь С тобой На радость Даже видим Эти цифры А когда У нас Эти цифры Начинаются Со строчки Один И заканчивается На 100 миллионах Строчек Внизу На 100 миллионах Строчки Найти что-либо Без специальных процедур И специальных вариантов Невозможно Ладно На всем я Спасибо Валерия Сарамановна Всем остальным Тоже Спасибо Кто следующий Так Не кто следующий А кто из курсантов Продолжит